доброе утро добрый день мои любимые подписчики все кто зашел ко мне на мой канал и общий расклад который я вам сегодня буду делать называется он тебя потеряла вот но для этого чтоб я вам погадала не забывайте подписываться на мой канал ставить лайк делиться в соцсетях вот также со своими родными и близкими вот и для энергообмена обязательно ставьте лайк и пишите комментарии для того чтобы этот расклад или когда я делаю любые расклады ритуалы ставьте лайк для того чтобы он исполнился для того чтобы сбылись вас ваши мечты вот ну а все кто меня смотрит и постоянно приходит мои любимые подписчики я вас обожаю не забывайте подписываться и приходить ко мне на личные расклады а вот потому что здесь расклады все общие это не ваш личный расклад прошу вас не привязываться а сейчас девочки мальчики я хотела бы для вас сделать маленький такой называется пасьянс триплет называется он мне очень нравится загадывайте желание этот расклад маленький будет гадание да будет называться пасьянс граф монте кристо узник и посмотрим если вы находитесь в трудной ситуации чтоб ваши мечты сбылись и я хочу больше как бы этот расклад подходит мальчикам молодым людям вот загадывайте своего молодого человека или кого вы хотите загадать и мальчики загадывают себя загадывают свое имя чтоб у них все сбылось девочки также и ваша карта будет там червовая то есть это вы будете червовой мастер червовой молодой человек я хочу сегодня посмотреть молодого человека как он выходит из тяжелой ситуации и хочу все кто смотрит вот этот вот будет смотреть мои так называемый пасьянс люди будут очищаться и все они хорошие от вас будет уходить я сейчас уберу от вас весь негатив кто будет смотреть этот пасьянс у этих людей негатив уйдет и так пасьянс из 9 карт здесь будет сейчас ваша база данных первый ряд вот смотрите раз чтоб вы все видели два три четыре пять шесть семь восемь девять вот 9 да вот смотрите мы сейчас я хочу чтобы вы видели но может быть у кого-то не умещается и как бы не все карты будут видны но в общем то я вам буду говорить тогда первая карта у нас будет вот такой то есть такая вот мазь будет этого короля до на кого мы сейчас гадаем она будет вот это вот будет его база данных его база данных я хочу посмотреть как убрать от него от этого человека хочу убрать весь негатив негатив чтобы этого человека не было негатива и чтобы у него было все хорошо в жизни я загадала молодого человека вот а вы загадывайте своего молодого человека и смотрите мой пасьянс и сейчас я буду убирать то есть на вашу молодого человека я также буду гадать и смотреть вот давайте посмотрим а это будут его его вот то что в данный момент у него сейчас я буду смотреть раз-два-три так я хочу убрать негатив от него так который идет на него вот это его три карты в данный момент у него идут какие-то неприятности неприятности и какой-то нечаянный интерес холодная постель вот также у него идет какая-то ранняя дорога вот и нечаянный интерес порой по как бы и ранние дороги и также это может проигрываться как в денежном эквиваленте да как бы он интересуется деньгами то все как-то идет это по пусту и как бы неприятности какие-то у него идут удар какой-то интерес и что-то у него неприятное в жизни да вот неприятное в жизни как бы что-то такое нехорошее но давайте мы сегодня будем убирать негатив и от него от этого человека которого вы загадали так итак мы смотрим в базе данных если у нас бубновая масть шестерка да вот шестерка бубновая шестерки есть бубей буби есть буби у нас буби есть вот первая карта и бубновая мы кладем суда ее до есть буби так то есть он находится в тяжелый в трудный в какой-то затруднительной сейчас ситуации и мы сейчас от него уберем и чтоб у него все исполнилось вот потому что расклад называется узник это когда граф монтекристо сидел в своей башне он играл и делал такие вот так как бы триплеты да и такие вот пасьянцы пасьянс очень старый вот и сейчас посмотрим что же будет дальше 1 2 3 так король смотрим бубновую мазь и здесь бубновая есть мазь здесь бубновая есть масть значит эту масть мы кладем сюда так то есть парные но короля такого нету значит мы кладем вот баба бубновую масть вот дальше опять раз два три еще смотрим есть бубновая масть бубновая масть в базе данных базе данных бубновой масти у нас я не вижу вот видите с одной стороны тут вот такие карты а с другой стороны у нас вот такие карты то есть бубновой масти у нас нету да вот бубновой масти у нас как бы нету то мы если нету буби бубновой масти мы кладем дальше и смотрим если десятки в базе данных вот смотри с этой стороны мы смотрим десяток нет и также мы проходим в эту сторону парные до парных парных карт нету тогда мы берем значит просто крестовую масть и кладем сюда эту крестовую масть сдвигаем так видно вам так дальше гадаем свечка у нас горит на ваше очищение также вы все чиститесь кто смотрит такие пасьянцы вы очищаетесь вот то есть у нас тут что у нас тут туз тузов базе данных нет наверху видите но есть бубновая масть нету бубновой масти да тогда мы обратно кладем смотрим если у нас масть пике шестерки хотя бы хотя бы шестерки до 66 мы будем 66 выкладывать шестерки есть шестерка вот такая ну и мы кладем эту шестерку дальше ну то есть парные теперь вот так мы смотрим если бубновой бубновой нет девятки тоже нет и бубновой нету значит еще раз кладем вот если у нас пике пике вот и первая карта у нас есть пике девяток нету у нас парных а есть пиковая масть и мы кладем пиковую масть получится ли у нас сейчас пасьянс или нет ну вот смотрите также пике и мы пике убираем до пике убираем ну вот и что у нас тут получилось база данных опять же у нас восьмерка и восьмерку мы тогда парную восьмерку мы убираем вот видите то есть мы убрали все темные карты от него от этого человека которого вы загадали смотрите какой красивый получился пасьянс то есть ваш молодой человек получился остается при своих хлопотах вот видите но мы кладем эти карты вот сюда вот так вот знаете как вот так смотрите пасьянс как у нас получился какой красивый пасьянс то есть здесь вот то что у него в раскладе мы гадаем и вот он сам то есть так и получился что он сам вышел ваш молодой человек вот видите вот ваш вышел молодой человек я буду вам рассказывать потом вышли его хлопоты до в крестовом доме может быть это его дом вот крестовый может быть его дом может быть больница может быть воинская часть может быть тюрьма может быть но крестовый дом это крестовый дом может быть это рабочий какой-то кабинет вот где-то на работе может быть где-то вахта дал кто-то на вахте работает может быть это его дом а может быть это полиция до дом полиции может быть это еще где-то но крестовый дом это может быть также и его дом вот крестовый дом это может быть как и рабочее место также может быть и его домом вот ну где он сейчас находится даже может быть и не его дом но там где он находится может быть у кого-то на работе может быть у кого-то по каким-то делам где-то он находится и вот он там переживает у него идет разговор и разговор идет о каком-то крестовом свидании в крестовом доме вот смотрите видите вот в крестовом доме то есть он ожидает рабочие какие-то моменты разговор у него идет переговор разговор разговор причем хороший мы убрали все пиковые масти вы меня поняли да то есть мы убрали весь негатив чтоб он этот молодой человек негатив у него очистился и у него не было и здесь мы кладем вот рабочий момент свидания в крестовом доме с хорошим разговором и с его хлопотами в общем то у нас прекрасный получился пасьянс который называется узник и человек вышел из этой плохой ситуации то что у него был какой-то удар была какая-то неприятность он вышел оттуда а сейчас мы давайте на него погадаем и посмотрим что же будет дальше что же будет дальше вот и мы посмотрим что будет у нас дальше у этого молодого человека вот но сейчас когда я буду гадать на этого молодого человека я его поставлю не сердечком вот а я его поставлю вот так вот я сейчас помешаю я его поставлю как всегда мы гадаем я его поставлю крестовым то есть вы умеем он у меня был червовом да это был потому что пасьянс а пасьянс я когда делаю я всегда делаю на червовых на червовых дам или на червового короля то есть вы должны были загадать себя или кого вы загадывали только червовом да вот мы сейчас помешаем эту колоду вот соберем ее и погадаем вам на крестового короля которого вы сегодня загадаете но кто-то будет загадывать девушку кто-то будет заказывать молодого человека я при вас помешала потусовала и мы сейчас будем выкладывать на его жизнь да посмотрим давайте какая что у него происходит в жизни так все загадали мысленно так тридцать шесть карт четыре масти скажите всю правду всю истину крестовому королю в этот день в этот час когда мы смотрим этот расклад кто смотрит этот расклад для кого сделан этот расклад этой даме или этому молодому человеку который смотрит и пришел сегодня посмотреть как у него что у него происходит давайте погадаем так сейчас мы найдем его сначала найдем его да сейчас мы найдем его и поставим его все-таки крестовым вот я его поставлю крестовым вот потому что это гадание а это не пассианс давайте так что у него на сердце на сердце у него вы дамы дама о которой он думает и любит только ее о своей даме что у него под сердцем его разговор ну конечно же с ней понимаете а той даме его сейчас как бы он он сейчас думает они и далеко далеко он запрятал под свое сердце разговор с ней что у него давайте посмотрим в голове о чем он думает вот он думает это денежный интерес у него выпадает в крестовом доме и может быть это его сын или брат или друг это у него в голове о чем он думает что у него на пороге стучится и обязательно случится смотрите ранее дорога с хлопотами какие-то рабочие интересы что у него было давайте посмотрим что у него было мы сейчас разложим мы сейчас разложим все чтоб вы у меня видели это все вот видно вам так чтоб вы у меня все видели вот так хорошо чтоб видели и вот здесь это что было посмотрим я вам буду сейчас рассказывать это что будет это что будет так так все вам видно да ну вот девочки смотрите у него сейчас при дороге и какие-то знаете переживания вот при дороге он при дороге и у него знаете какой-то разговор да ну разговор вот может быть и как бы в вашу сторону вот а вас может быть разговор или просто разговор ну хорошая ну карта ваша вот если вы знаете что он вас любит кто смотрит и женщин то вот при крестовой дороге вот здесь идут сильные болезненные переживания какие-то да вот смотрите что у него было вот я вам вот так поверну вот так да вот здесь вот вы видите это что было смотрите что было у него было было я вам расскажу если у него был были какие-то как бы как слезы как неприятность через неприятный разговор какой-то удар remahl вот и интерес какой-то денежные был по ранней дорожке хлопоты неприятный разговор с каким-то молодым человеком вот молодой человек этот может быть как друг так и сын да вот у него какие-то неприятности вот типа когда слез да вот неприятности может быть о каком-то молодом человеке он может быть о братье разговаривал ну все может быть вот здесь вот может быть родственники какие-то и вот при ранней дороге вот вы видите да карты сами как бы карта не врут вот здесь были какие-то хлопоты вот так же был неприятный разговор и удар он получил или как бы неприятность какой-то и все это как бы через какого-то вот молодого короля через парня через этого может быть друг может быть через какой-то ну тут денежный интерес через него идет вот и вот смотрите вот к нему на пороге стучится ранее дорога вот ваша карта хлопоты какая-то вот женщина да вот у него на пороге какая-то женщина лежит вот женщина вот эта женщина рядом с ним она прям вот стучится к нему такая вот так скажем темный цвет волос у нее но не светлая а такой может быть и русый может быть и черный может быть такой да вот она у него прям вот ну вы не видите вот так вот она прям вот то есть как бы он притаптывает ногами вот но что у него будет вот что у него будет я вам расскажу сейчас вот что у него будет смотрите вот это вот сторона это что будет что будет а будет у него смотрите что тут Вот получается, припозднился он как-то со свиданием, вот, со свиданием, но как бы если вы, я вас выбрала вот такой картой, да, то есть кто смотрит, то он припозднился к вам с этим свиданием, то есть будет свидание, но как-то вечером, но как-то вот он как-то опаздывает на это свидание к вам, но это в будущем. И вот он как-то опаздывает, он хочет к вам приехать, но как-то по вечерней дорожке он как-то опаздывает, это что-то будет, да, опаздывает, а опаздывает он к вам, вот смотрите, в ваш дом, вот это свидание, то есть смотрите, вот по вечерней дороге свидание в ваш дом, вот он как-то по вечерней дороге, он хлопочет и содержит интерес, потому что расклады у нас не денежные, а любовные, я гадаю на любовь. Вот, поэтому вот если это ваша карта, кому он хочет поехать по вечерней дороге, он как-то припаздывает, опаздывает, и вот он хочет все-таки, он содержит ваш дом, и это в будущем, и будут хлопоты интерес на ваш дом, но и также я вам скажу, что у него будет как бы, вот смотрите, все-таки будет у вас раннее свидание, и будет также у него деньги, деньги будут вот лежат на пороге у него денежки, а это будет вот как бы все связано с деньгами, вот у него будут деньги, деньги у него будут, понимаете, это в будущем, вот, как бы вот денежки, денежки, и это потому, что как бы вот эта вот карта, она денежная, это же Пентакли у нас, вот, и она говорит нам о том, что цену вы вложили, то и получите, если вложили куда-то деньги хорошо, то вы их получите, и в будущем у вас есть надежда, и то есть у вас будут деньги, деньги будут, также будет вечерняя дорога интерес, и вот в какой-то дом, где у вас любовь, но там как-то хлопоты, тоже хлопоты будут, то есть как бы какие-то известия денежные, будут деньги будут, у этого человека будут деньги, кто его загадал, ну давайте сейчас посмотрим, все-таки, с чем же он останется, да, вот с чем же он останется, давайте посмотрим, с чем он останется, вот по этим картам, давайте посмотрим, с чем он останется, так, и так, с чем крестовый король ваш останется, кто кого сегодня загадал, давайте посмотрим, посмотрим, у меня свечка горит, девчонки, так вкусно пахнет вообще, кто не видел, я вам сейчас покажу, ой, до нее не дотронешься, ладно, я не буду показывать, там она горит, прям это до нее-то не дотронешься никак, горячая очень, я бы вам показала, такое пламя красивое, вот, ладно, давайте посмотрим, гадаем уже, я когда гадаю, я всегда свечи зажигаю, потому что, чтобы у нас очищались, и вы очищаетесь, и я очищаюсь, чтобы нам никто не мешал, ну, вот, знаете, если вы червовая, вам хочу сказать, если вы его любите, как червовая дама, то я не вижу вас в раскладе, как бы, да, но есть у него мысли о вас, допустим, кто загадал, да, себя там, червовый, у него, да, у него есть мысли о вас, но вы как-то не выходите в раскладе, сейчас посмотрим, что же, с чем он останется, так, видно, как я гадаю-то, нет? а то я в тот раз гадала, гадала это, потом стала просматривать это, и вижу, что ничего я, вам-то и не видно, а я сижу, ну, ладно, хоть вы хоть слушали меня, так, ну, разговор как-то отпадает так друзья всякие отпадают вот, кстати, а вы же были у него в голове, да, он думал о вас, а вы на сердце, на сердце у него были, я вспомнила, но все равно, вот вы, вот вы и вот и еще какая-то дама, если он женатый человек, то все-таки она при нем, вот, но все-таки она отпадает вместе с вами, как-то уходит в сторону, потому что этот человек больше занят делами, на кого я сейчас гадаю, у нас каждый раз приходят разные короли, вот, не забывайте, что один и тот же король на гадание не приходит, а приходит только тот, кого вы загадали я сегодня на него гадаю на кого вы сегодня загадали, кто попал на этот расклад ой, ну, смотрите, опять какие-то пики в общем, смотрите, я хочу сказать, что-то у него прям неприятности, неприятный разговор и хлопоты какие-то встреча какая-то, неприятности какие-то все время идут мы сегодня делали этот триплет узник, мы убрали от него негатив но сейчас, знаете, я сейчас еще посмотрю я сейчас еще посмотрю вот у него какая-то встреча, сейчас неприятные разговоры, хлопоты, да, давайте посмотрим еще, что у него тут три карты, да три карты три карты три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать прям хорошо так заканчивается но вот смотрите я вам сейчас расскажу подробненько так а подробненько выходит так что подробненько подробненько тут выходит так подробненько выходит так подробненько выходит так что смотрите вот эта дорожка до его вот смотрите по ранней дороге у него припозднился как-то с денежным с деньгами он припозднился с деньгами вот и как бы тут получается что здесь у него идет ранняя дорожка с какой-то дамой темной темненькая дома да и тут также может проигрываться как вот ваша карта в ранняя дорога интерес дорога к вам да но все это он кладет на вас он как бы закрывает вас то есть он кладет на вас такие отношения как бы он хочет закончить с вами все то есть десятка пиковая она нам говорит о том что человек с вами хочет закончить отношения вот и он как бы по вечерней дороге с неприятностями и здесь дома тут как бы интерес как бы такой вот знаете с этой дамы с темные у неё как бы интерес тоже выходит тут какая-то холодная постель вот с этой дамы у него холодная постель выходит по вечерней дороге вот и он очень сильно переживает сильно переживает потому что у него как бы нечаянный интерес и к этой даме и к этой даме И тут получается, что вот у него прям душевная болезнь идёт. Тут также идёт какой-то король благородный. Вот. С благородным королём у него какие-то переживания. Это может быть как военный, как в погонах, а может быть просто благородный человек. А может быть как и врач, может как полицейский, может как военный быть при погонах. Вот через него у него какие-то переживания душевные. И тут получается у него интерес. Вот это ваша карта. Он вами интересуется по ранней дороге. Вот. И заканчивается всё. У него через... У него идёт интерес денежный. Жить в комфорте. Он хочет жить в комфорте, поэтому он интересуется вот больше деньгами, деньгами. И вот здесь вот интерес у него идёт на денежный интерес, чтобы жить в комфорте. Поэтому здесь вот он переговаривает с каким-то мужчиной. Вот. И также может вот... У вас вот прям дорога такая вот. Знаете, у него прям дорога. Я скажу, как и железная может проигрываться дорога. Что поедет куда-то по вечерней дороге. Тут какая-то дама. Интерес холодный. Холодная постель. Очень сильно переживает. А по этой дорожке у него ранняя дорога. Любовь ранняя. Также может проигрываться как интерес денежный по дороге. Вот. Вы тоже так же, да, с ним. Как бы думает о вас. Через какого-то короля с кем-то он разговаривает. С благородным. Содержит интерес и к нему, и к вам. И всё заканчивается у него интересом денежным. Жить в комфорте. Жить в комфорте. Вот как. Ну, в общем-то, неплохие карты. Вот. Но за что-то он всё-таки, я вам скажу, он за что-то сильно переживает. Но сегодня мы по вот этой вот по узнику, да, мы убрали этот негатив. Вот. И как бы вроде как он с одной женщиной закончил, а остался с другой женщиной. Вот. Но тут как бы с другой женщиной прям вот как-то всё холодная постель у него. Так, давайте мы посмотрим. Я достала Таро Ведьм и Таро Колесо Года. А давайте я на Колесо Года, я давно не гадала, и посмотрим, что этого человека по Колесо Года, да, сейчас выпадает. Вот. Загадывайте этого человека. Загадывайте его. Высшие силы покажите мне, пожалуйста. Произносите его имя, пока я вот колоду тусую. Ну, произносите его имя и произносите его, как вам сказать, сколько ему лет. Вот. Чтобы у нас, как бы мы сейчас посмотрим внимательно, мы внимательно посмотрим на этого человека, которого вы загадали на Колесо Года. Вот. Видите, прям так вот выпадает. Ну, вот смотрите. Человек хочет обнулиться, да. Человек, вот нам говорят, что человек, который, вот знаете, он как, как вам сказать, он как по дураку, он как бы, ну, дурак – это хорошая карта, я вам скажу. Вот так человек, вот он сейчас, он, ну, она не обещает ничего серьезного, и человек, этот божий человек, да, он земной человек, он такой в мыслях, он как мальчишка, да, хоть сколько бы ни было лет, вот. Вот. Он хочет обнулиться и начать, чтобы у него была хорошая другая жизнь, вот. Он под, он идет как, как вам сказать, ну, идет по жизни, несмотря ни на что. Если даже у него ничего нет, он идет вперед и шагает судьбе навстречу, какие бы преграды перед ним ни были, этот человек очень самостоятельный, очень любит делать все сам. Этот человек, он будет добиваться лидерства в своих, в своих начинаниях. Давайте посмотрим еще, что же нам про этого человека скажут Таро, Колесо Кода. Ну, вот этот человек, он сейчас проходит свою жизнь по страшному суду, то есть он находится под покровительством высших сил, и они наблюдают за его жизнью, потому что если человек даже болел или что-то у него было серьезное в жизни, он проходит кармический коридор, трансформацию. И сейчас высшие силы нам говорят о том, что они смотрят за ним, они за ним присматривают, и как бы он должен вот как бы в этом году обнулиться и пройти свой страшный суд по коридору. То есть у человека идет перемена в жизни, понимаете, вот смотрите, вот, то есть видите солнышко, да, солнышко, солнышко. Солнышко и тут расцветают цветы, и знаете, он как бы идет навстречу своей судьбе, идет к солнышку, он обнуляется. И что еще нам карточки покажут, карты высшие силы, тушь, чашь. Человек переполнен любовью, человек любеобильный, он любит всех, его также любят, он любеобильный, его любят женщины, он любит женщин, он любит все, что расцветает, цветы, природу. И вот видите, прям вот свечку так вот она держит, этот человек нам показывает, у него есть шанс, шанс всего, это мощная карта, которая дается человеку, любовь высшие силы показывает, мы даем тебе любовь, мы тебе даем шанс любви, и ты будешь получать все земные любимые блага с любовью. Вот, только иди своей дорогой, не сворачивай с нее, выбирай любовь, никогда не выбирай деньги, если ты выберешь любовь, то высшие силы тебе дают деньги, дадут. Ой, господи, ну, знаете, человек какой-то прям вот зависимый, хотя такие карты нельзя показывать, человек очень зависим от любеобильных женщин, вот, этот человек в зависимости, в зависимости от какой-то любви, от счастья в жизни, да. Человек очень любит работать, человек любит свою работу, вот, видите, он сидит и трудится над своей жизнью, он также показывает, он работает, да, работает, вот. Ну, тут как бы вот его дьявол также привязал к любви, вот, как бы к любви над ним, иногда, знаете, над этим человеком, то есть, больше как бы дьявол тоже им управляет, и он сейчас борется, он в трансформации, он переходит вот этот путь трансформации, и перебарывает себя, я вам скажу так, и он перебарывает себя в том плане, что он хочет идти к лучшему, и он не хочет, чтобы дьявол его затаскивал, и человек трудится, трудится, как над своими отношениями, так и над работой, да, вот. Вот, а труд его идет, смотрите, как идет через жизненный, вот, здесь подкова, да, он трудится над подковой, трудится над своей жизнью, и трудится, чтобы у него все вышло, чтобы вышло у него в этой жизни, ну, как бы, в общем, трудится, короче. Я в потоке информации, когда рассказываю, девочки, я очень иду в потоке, мне высшие силы рассказывают, ну, вот, смотрите, ему также вот даются, да, высшие силы ему через вот эту работу, через труд, они ему дают все-таки денежные, да, денюжки дают, денюжки, то есть, как говорят, что ты вложишь, вот, также эта карта выходила по, у нас по цыганским картам сейчас, вот, смотрите, и они ему говорят высшие силы, вот, что ты вложишь, что ты получишь, ты получишь, потому что высшие силы тебя видят, высшие силы смотрят за тобой, что же еще нам расскажут высшие силы про этого человека, давайте посмотрим, что же у него дальше будет, ну, человек много думал, находился в подвешенном каком-то состоянии, человек очень, как бы, находился жертвенность, жертву себя приносил, то есть, он жертвил, жертвил, а жертвить нельзя, понимаете, жертвить нельзя, как бы, себя приносить в жертву, и надо идти к лучшему, не надо, как бы, вот, жертвовать и находиться в повешенном состоянии на стадии выбора, то есть, допустим, ему там сказали куда-то поехать, езжай там туда-сюда, и вот он жертвует собой, он куда-то едет, а не надо жертвить, надо, понимаете, уже до такой степени нажертвился в своей жизни, что у него даже ноги отмерзли, понимаете, он висит, у него и руки, и ноги связаны, он думает, что же, как же дальше, вот так они видят его, что же еще нам подскажут высшие силы, давайте посмотрим, надо идти вперед, не надо жертвить, но также показывает, что человек хочет, вот ему высшие силы, показывает опять, вот у нас перед этим был расклад такой же, что человеку, ему даются блага, даются с небес, да, и он действует, он не сидит на месте, он работает, девочки, он работает, потому что он, как бы, работает над всем, и над своей работой, и над своими отношениями, тройка пентаклей, это у нас горящая такая огненная карта, этот человек может быть знак зодиака лев, да, и он как бы расширяет вот свои границы, он ждет конкретный результат, и этот хороший результат дадут, вот, и он думает, да, вот контракт выполнен, деньги получены, и далее идут еще заказы в его жизни, вот, как бы он, вот, знаете, идет прямо своей дорогой, идет, и, а какой же король к нам сегодня пришел, почему ты не выходишь, давай выйди к нам, покажись, какой ты король, ты кто, давай покажись нам, кто ты, кто ты, ну, вот он, я спросила, кто ты, видите, по мгновению вышел император, император, это человек, который в себе содержит четыре короля, короля кубков любви, короля денежного пентакливого, короля, этот, мечей, который отрубает все, как военный, и короля чаш, да, любиобильного, который прям вот весь в воде такой, у нас вышел император, император, это человек, который может быть и деспотичным, и манипулятором, и человек, который держит в своих руках все, и управляет, управляет, и женщина ему должна подчиняться, этот человек лидер, он никогда не допустит того, чтобы им управляли, он все делает по закону, этот человек, который имеет в своей жизни все, понимаете, он уверенно сидит, он уверенно держит жезл в своей жизни, и лавровый венок у него на голове, это лидер, этот человек нам показали, к нам пришел сегодня император, лидер, лидер своей жизни, понимаете, вот, и что еще нам про него расскажете? Ну, вот, смотрите, рыцарь Пентакли нам говорит о том, что он какую-то новость привезет вам, кто гадает на него, вот, если девушка какая-то, которая смотрит его, он привезет какую-то новость, новость о том, что скоро придут денюжки, вот, и он ждет этой новости, он сам по себе, он ждет этой новости, что к нему, вот, новость идет, и высшие силы нам показывают, да, показывают, да, к нему идет новость, новость идет, что к нему прибудут скоро денюжки, что еще? Ну, вот, знаете, по звезде он понимает, что если вы смотрите его, там, я не знаю, кто, кто его любит, и кто загадывает этого человека, он понимает, что вы от него далеко, что вы его звезда, и что вы находитесь, может быть, в другом городе, может быть, в другой стране, что вы, и то, что показывают высшие силы, что у этого человека идет перемена в жизни, также эта звезда может нам показывать, что сейчас у человека идет, и жизнь меняется в лучшую сторону, вот, также нам показывает, что правосудие, да, у него сейчас правосудие по его жизни взвешивает, здесь его душа, здесь его сердце, да, и вот правосудие карта, она положила на весы его, как бы, жизнь, вот, он под контролем Бога, и они взвешивают, как он пройдет эту трансформацию, если хорошо, то ему дадут блага, если нет, значит, его будут наказывать, вот, сейчас все решают высшие силы его судьбу, так, что же еще нам покажут про него? Тройка мечей, он кому-то сделал, вот, знаете, женщине, которую, с которой он был, он нанес какое-то вот, сердце ей разбил, да, даже здесь и не одна, может, женщина, даже много женщин тут, видите, и сова, и ворон, это же, и сокол, да, здесь, вот, знаете, здесь вот, как бы, здесь не одна женщина, многим женщинам этот человек разбил, разбил сердце, вот, и проходит, поэтому он правосудие, вот, но у него десятка чаш, у него семейная карта, он семейный человек, нам показывают семейный человек, который вот у него есть, видите, здесь все, здесь все, и семья, и дед, и жена, в общем-то, у человека есть семья, показывают, у человека есть семья, семейная карта, и человек живет в семье, вот, такой король к нам сегодня пришел, на которого я сегодня гадаю вам, что же еще, ну, вы сами видите карты, туз жезлов, ну, это же великая карта, туз жезлов, туз жезлов нам говорит о том, что человек идет вперед, и он в огненных энергиях, человек, ему дается шанс такой огненный, да, это хорошая карта, это карта действия, это карта жизни, это карта процветания, это карта, что он очень не то, что он ревнивый, во-первых, этот человек, это он, знаете, он, как вам сказать, он импульс такой имеет, мотив достижения цели, он хочет достичь славы, карьеры, может, да, процесс движения вперед, желание, прорыв, яркость, ему дана энергия, огонь, результат и потенциал для движения к цели, скажем, скажем, допустим, ну, как вот, допустим, сажаем вот дерево, да, и, допустим, ему дается вот то, что посади дерево в своей жизни, да, и ему говорят высшие силы, и тогда тебе дадут старт, ну, вот, значит, дерево жизни ему надо посадить в своей жизни, дерево жизни, вот, что еще предскажите, что предскажите, что еще будет, ну, вот, видите, у него выходит, он везунчик, колесо фортуны, девочки, у него в жизни, кто сегодня гадает, чей расклад, я не знаю, вот, ему в жизни дается колесо фортуны, а это колесо фортуны, в какую сторону он его повернет, неизвестно, чем закончится, то и будет, может быть, в зиму, может быть, здесь четыре стихии, понимаете, здесь осень, весна, да, лето, вот все, здесь четыре стихии, вот куда сейчас он крутит его в свою сторону, если он пойдет правильным путем, то у него будет счастье фарта, фарта, счастье будет в его жизни, а если пойдет каким-то плохим путем, то будет плохо, поэтому ему надо думать, ему надо думать, ну, вот, он, шестерка жезлов, видите, шестерка жезлов, но это он лидер, 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 лидер во всем, девочки, лидер во всем, лидер, вот, человек, лидер в любви, человек, видите, ему венок одевают на голову, а у нас венок лавра, это счастье, да, вот, ему боги предсказывают счастье, ну, этому человеку, которого вы сегодня загадали, вот, такой лидер, очень сильный человек, на которого мы сегодня гадаем, вот, ну, и вот все-таки у него как бы, знаете, этот человек хочет быть любимым, и чтоб любить, и если даже тройка отношений, даже если тут ему важно, чтоб его любили, понимали, чтоб он любил, и вот это в жизни у него главное, чтоб его любили, он любил, и чтобы его понимали, вот что у него, какие достижения, и у него все это все будет, как он иногда вспоминает свое детство, и хочет, чтоб его любили, как в золотом детстве, когда ты его любила, мама бабушка когда он был маленький сестра братья это очень хорошо что он вспоминает когда он был маленьким все плохое хочет оставить девочки верховная жрица вышла у него все равно у него есть какая-то жрица она понимаете она выходит тогда когда у человека есть как бы или тайная женщина может быть может быть также здесь она же тем миром да она вот держит книгу книгу жизни и она правит в том мире это очень это очень судьбоносная карта девочки жрица это очень ну хотя я лю очень люблю жрицу карту она мне очень нравится она мне очень импоти импонирует я ее обожаю эту карту потому что карта жрицы это духовный проводник девчонки в этом мире верховная жрица олицетворяет мечты знания интуицию энергия этой карты она напоминает нам что наша внутренняя мудрость все ведущие и ответы на наши вопросы лежат глубоко внутри верховной жрицы она символизирует баланс между сознанием и подсознанием ее можно рассматривать как проводника ну я же вам говорила проводник который возвращает нас к нашему основному как бы есть естеству который следит за нашими психическими или интуитивными чувствами также она напоминает нам что с нашей вот соединение с нашей божественной женской природой и мужской и энергиями милосердия сочувствие и спокойствие вот верховная жрица она понимаете она вот интуитивно нам подсказывает что ну так же у этого человека может быть какая-то конечно тайная женщина но и так же она нам показывает что человек этот как бы под богом и он интуитивно все чувствует понимаете что же ты еще нам покажешь свечка у меня горит уже очень долго ну то что он любиобильный король нам показывает что он король чаш он вот несет по жизни любовь любовь к жизни любовь ко всему да ему поэтому ему и дана семейная карта да и вот знаете жезлы вот двойка жезлов нам говорит о том что как бы человек у человека есть человек которого он любит и они вот с кем он живет с кем он находится они как бы живут вот видите как бы закладывают болт и чтоб он рост да то есть зарождение у них идет вот кто смотрит даже вот мы же гадаем вам все-таки он любит женщину и думает о ней или как с которой он живет или которая далеко но в общем он хочет чтобы с этой женщиной у них было был вот знаете как вам сказать что у них дал у них все-таки у него идет стадия выбора вот и какая-то оценка да вот оценка вот оценка допустим как вам сказать там где он живет женщиной да и также у него идет оценка выбора вот может быть тайной женщиной может быть он знаете как вот высшие силы показывает что все-таки у него идет стадия выбора между той женщиной с кем он живет и той которая вот где-то далеко по звезде до выпадала стадия выбора потому что здесь двойка жезлов а двойка жезлов жезла это огонь это то что нам говорится что все-таки он за он хочет вот в своей жизни заложить такой стержень чтобы вот они вдвоем вместе и больше никого и вот чтоб у них было процветание видите вот здесь вот прям жезла не горят и здесь бабы бабы прямо и они все растут с листочками ну вот и вот он думает об этой женщине во в него идет стадия выбора ну да вот двойка чаш двойка чаш до девочки двойка чаш нам говорит о том что у него есть как бы партнер которого он любит и у них идет у него есть партнер которого он любит и у них идет как вам сказать не зарождение как сказать они как бы обмениваются чувствами да и у них они как единомышленники вот и вот видите вот у него вот у него и женщина которую он любит сильно и вот показывают нам я не знаю вы это или другая женщина или но мы гадаем вам значит это вы кто смотрит да то есть он любит вас он хочет зарождение и женщину которую объединяет его с ней да вот у него есть такая женщина они идут в паре как единомышленники снимаете ну показали все-таки верховная жизнь жрица она тоже показывает что может быть у этого человека тайная женщина и вот он хочет зародить с ней как бы и ну смысл жизни как бы вот все сделать чтоб с ней быть ну да и вот видите он даже бога просит вышел эрофант он даже бога просит смотрите умоляет стоит на коленях что бог ему помог разобраться в его жизни в жизни вышел эрофант когда выходит эрофант это божественная карта девочки у него видите у него все это идет по судьбе и как бы и одна и вторая женщина бы были даны ему по судьбой да тут сильный случай ну эрофант он вообще тоже хорошая карта потому что эта карта духовности эта карта как как вам сказать она ведет нас к размышлению понимаете это у него есть у этого человека у вашего есть связь духовным и божественным миром вот поэтому как бы она нам говорит эта карта что смысл жизни соединиться с духовным с духовными ценностями вот это этот знак вот этот карта это знак следовать более безопасным маршрутом а сейчас может быть неподходящий момент чтобы сильно рисковать поэтому если она вошла в этот расклад вот эта карта она нам дает знак что сейчас надо следовать более безопасным маршрутом сейчас неподходящий момент у вас в жизни чтобы рисковать девчонки ну все я заканчиваю на этом свое гадание а вот все будет хорошо просто человеку надо прислушиваться к своему внутреннему миру и а ему высшие силы дадут все даже свеча погасла представляете дым пошел даже свечка у нас погасла поэтому я и закончила расклад потому что у нас идет прям вот свете свечка у нас прям вот догорела она у горела два часа девчонки очень накалилась два часа вами горела просто ее даже невозможно взять вот так вот я дым идет вот сейчас мне надо ее куда-то выносить вот видите смотрите два часа горела меня свечка видите вот сильно так и когда я стала заканчивать расклад она у меня потухла видите это просто это просто волшебство такое что вот сколько я гадала она горела когда вытащила аэрофант она погасла человеку надо все таки прислушиваться к богу на которую мы гадали и разбираться в своих мыслях понимаете потому что она ему сейчас знаки дает что рисковать сейчас именно в этот момент нельзя надо как бы все что ну как бы устаканилось вот потому что верховный жрец это духовность ему надо духовно как бы себя приводить в порядок смысл жизни вот я так думаю что он понял вот или кто-то кто смотрит вы меня поняли вот поэтому когда он приведет все баланс у него встанет все на место и любовь и финансы и дом и счастье и любимый человек будет с ним стой будет он жить кого он загадал вот с тем человеком он будет жить сейчас не время рисковать надо духовности к духовности прийти и вот видите он просит чтобы ну а давайте мы посмотрим еще знаете на таро ангелов а что нам таро ангелов подскажут для этого человека кто смотрит этот расклад давайте что таро ангелов нам какой совет дадут дайте совет человеку кто смотрит этот расклад дайте совет ангелы дайте совет ангелы дайте ему совет таро ангелов дайте ему совет какой вы ему дадите совет этому человеку который смотрит этот расклад тройка жезлов изобилия все выглядит очень хорошо умеете терпеть особенно сейчас стройте долгосрочные планы тройка жезлов тройка жезлов это у нас всегда идти вперед и сейчас этот человек в движении да и он всегда в движении он горячих энергиях и сейчас к нему свыше придет изобилие и ангелы говорят все выглядит очень хорошо умеете терпеть особенно сейчас стройте долгосрочные планы вот еще давайте посмотрим еще какую карту дадут четверка жезлов удовлетворенность спокойствие изобилия счастливая домашняя жизнь успешное завершение дел у него будет у этого человека так еще что третья карта последний я достаю тройка мечей глубокая печаль займите себя чтобы исцелиться вам необходима помощь и не только от самого себя но и от других тройка мечей это надо отдохнуть девочки человек устал от работы поэтому как бы вот ему сейчас говорят что займите себя чтобы исцелиться вам необходима помощь он очень заработался этот человек на которого мы сегодня смотрели и а ему говорят обратите на себя внимание у него сейчас могут быть какие-то интриги с других сторон до препятствия вот и человек он такой что он идет через тернии к звездам да и он человек у нас такой что он ни на чем не остановится он идет через тернии к звездам и ему говорят что что займите себя чтобы исцелиться вам необходима помощь от самого себя но и от других вот ну вот одни тройки четверки и все смотрите практически в жезлах до жезлов это горящие такие у нас огненные карты вот поэтому все изобилие все выглядит очень хорошо умеете терпеть особенно сейчас стройки долгосрочные планы я так думаю этот человек который смотрит этот расклад и загадал себя по многочисленным просьбам на кого мы гадали вот я не знаю кто кого загадал но вот значит вашему человеку надо сейчас как-то все перетерпеть все будет хорошо но я вам желаю здоровья счастья удачи материального благополучия и долголетия прожить на своих ногах долгую счастливую жизнь пусть удача сопутствует вам ну кому понравился расклад с кем срезонировал поставьте лайки напишите комментарии поделитесь соцсетях и кто хочет лично погадать пишите на мои контакты которые я оставляю под каждом видео подписывайтесь на мой телеграм-канал всего вам доброго удачи